В этот раз, наша съемочная группа отправилась в город Узин. Это город с ярким прошлым, серым настоящим и довольно туманным будущим. Город Узин находится в 20 километрах восточнее Белой Церкви. Он вытянулся на несколько километров вдоль русла реки Узинка. В соответствии с международными обязательствами, принятыми на себя Украиной и ее безъядерным и нейтральным статусом, стратегический военный аэродром Узине был закрыт, воинские части расформированы, а межконтинентальные бомбардировщики Ту-95 порезаны и уничтожены. Часть людей покинула город, часть жителей потеряла работу, а те, кто остался, тихо и мирно живут своей жизнью. Многим может показаться, что все лучшее в истории Узина уже было в прошлом. И теперь мечты жителей Узина постепенно растворяются в наступающей реальности. Так какая же судьба уготована Узину? Сначала мы решили исследовать центр города. Мы пройдемся по улицам города и посмотрим достопримечательности. Центральная площадь города немноголюдна. Она находится на пересечении трех улиц и называется площадь космонавтов. Раньше это была площадь автостанции, а теперь здесь проходят главные события города, проводят ярмарки, празднуют Новый год и День города. Старое здание автостанции в 2000 году разрушили, и теперь здесь стоят торговые киоски. Маршрутные такси буквально вытеснили старые автобусы. Они регулярно отправляются отсюда, в Киев и Белую церковь, каждый час. На площади находится инсталляция, или возможно фото зона. В зависимости от сезона, корзина наполняется разными товарами. Легендарный ресторан Узин, также находится возле центральной площади. Раньше, это был единственный ресторан в городе. Одной из достопримечательностей Узина, является памятник космонавту Павлу Поповичу. Это самый знаменитый уроженец города, советский летчик-космонавт номер 4. В Узине, его увековечили бюстом еще при жизни. Во второй половине 20 века, Узин был стратегическим военным объектом. В Узине находился огромный военный аэродромный комплекс, который мог принимать авиационные суда всех классов. В январе 1989 года, численность населения составляла 16 469 человек. В 2000 году военные части, подчиненные аэродрому, были расформированы. Аэродром закрыли. Численность населения сократилась, и сегодня в Узине проживает почти 12 тысяч человек. Мафы и киоски Узина – это еще одна достопримечательность города. Здесь нет типовых проектов, это калейдоскоп разных форм, цветов и размеров. Мафы и киоски уже давно стали частью архитектуры города. Это связано с тем, что по уровню безработицы, Узин прочно обосновался на первом месте в области, и люди вынуждены сами находить себе работу. Это обстоятельство тяжким временем легло на город, обеспечив ему обидное прозвище «город безработных». Еще несколько десятилетий назад, Узин был славным военным городом. Здесь, находился стратегический военный аэродром. Каждое утро, эта улица заполнялась плотным потоком велосипедистов. Летные экипажи и военные технические специалисты спешили на аэродром, чтобы подготовить самолеты и получить боевую задачу. Экипажи занимали свои места в кабинах Ту-95 и Ил-78. Запускали двигатели. Самолеты выруливали на взлетно-посадочную полосу аэродрома. Бортинженер выводил двигатели на взлетный режим. Самолеты взлетали, и командир вел свой корабль по дальнему маршруту. Примерно такой ритм жизни продолжался в Узине несколько десятилетий. Сегодня, въезд на Узинский аэродром закрыт. Так что там не болеет. А так полная разруха, да? Ну, конечно, как оно распалось, я его ломаю. а территория аэродрома охраняется это последний из магикан турбовинтовой стратегический бомбардировщик ракетоносит самолет ту-95 это самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями он одиноко стоит на въезде на аэродром и напоминает нам о былой и славной истории узина яркой особенностью самолета ту-95 были огромные четырехлопастные воздушные винты диаметром почти 6 метров вращающихся в противоположные стороны в то время стратегическая авиация ссср находилась в постоянном напряжении самолеты несли боевое дежурство в ожидании приказа на нанесение ядерного удара по противнику сегодня состояние аэродрома плачевное и удручающее технические сооружения и здания заброшены разграблены и разрушаются под воздействием окружающей среды бетонная четырех километровая взлетно-посадочная полоса заросла травой и кустами раньше она могла принимать любые типы самолетов и даже космический корабль многоразового действия типа буран самолет ту-95 большая и сложная машина для того чтобы он выполнил свою может быть единственную за его жизнь боевую задачу необходимо была четкая и слаженная работа очень большого числа технических специалистов самого разного профиля они трудились в летний зной и в зимнюю стужу чтобы обеспечить безотказную работу всех систем самолета сегодня это уже не военная тайна однако мало кто знает что взлетная масса этой фантастической машины составляла 185 тонн огромный груз поднимала в воздух силовая установка состоящая из четырех турбовинтовых двигателей мощность двигателя составляла 15 тысяч лошадиных сил с дозаправкой в воздухе она обеспечивала перелет на 32 тысячи километров для расквартирования воинских частей в узи не был построен военный городок это еще одна достопримечательность узина в центральной части городка находится памятный знак мемориал славы авиатором рядом бывший дом офицеров в былые времена жители городка слышали рев и гудение самолетов а теперь военный городок наполняет карканье ворон а вот вороны и вам нравится допине их уничтожить всех невозможно но они переезжают тут их начинают шебуршить они перелетают другое место возле школы никогда не было сейчас это карканье какая-то умная птица она шикарно умная птица вообще она кстати лица запоминает боевой путь 106 тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации начала в 1955 году сегодня здание бывшего штаба дивизии огорожено металлическим забором как и много десятилетий назад все те же аллеи все те же скамейки вот только деревья стали выше и намного толще теперь в этом здании находится узинская городская больница первым командиром дивизии был назначен дважды герой советского союза генерал-майор молочи в дивизию вошли два полка нового формирования которые предполагалось вооружить межконтинентальными бомбардировщиками ту-95 это был первый полк на самолетах ту-95 дивизия получила главную задачу нанесение ответного ядерного удара по территории сша в случае необходимости официально считается что за исключением карибского кризиса у нас ни разу самолеты дальней авиации не находились более суток в максимальной степени боевой готовности когда самолеты снаряжены боевыми специальными боеприпасами а экипажи получили пакеты боевой задачи с частотами радиосвязи а также портфели с полетными картами однако ветераны дальней авиации рассказывали что экипажи как правило не знали какими зарядами снаряжены их самолеты боевыми или учебными этим заведовала так называемая служба ртп офицеров этой службы за умение молчать называли глухонемыми экипажи дивизии участвовали в ядерных испытаниях на семипалатинском полигоне и на новой земле в конце 50-х и начале 60-х годов полк в полном составе был привлечен для выполнения учений с применением ядерного оружия экипаж замполита полка баженова сбросил тяжелую ядерную бомбу порядка трех мегатонн в 1986 году 409 авиационный полк был перевооружен самолетами ил-78 и стал полком самолетов-заправщиков в 1992 году авиадивизия вошла в состав ввс украины а самолеты заправщики ил-78 были переоборудованы и переформированы в транспортный авиаполк но когда в 1998 году аэродром закрыли а военные части расформировали население узина резко сократилось безработными в узине оказались летчики бортинженеры штурманы специалисты по обслуживанию авиабазы и стратегических авиакомплексов из 14 тысяч человек которые проживали тогда в городе более 6000 были военнослужащими или членами их семей другими словами жизнь почти половины горожан так или иначе была связана с аэродромом после закрытия аэродрома и сокращения много людей осталось неудел прощаясь самолетами летчики плакали стратегические авиакомплексы навсегда уходили из жизни летчиков ломая судьбы людей как сухие ветки сегодня аэродром остается главной надеждой узина на основе бывшей авиабазы ввс можно было бы построить крупный грузопассажирский авиакомплекс который обслуживал бы воздушные коридоры украины и обеспечил бы жителей узина достойной работы но военные все повыезжали практически не все сказать не вижу же есть часть пограничников а наша осталась центральная архива а где он находится раньше была секретная как они ртб назывались мы только что ездили на аэродром плачевное состояние они понятно что они там охраняют они себя охраняют так никто это не навел непорядок не не понимаешь сейчас пытается нам рассказывают каждый раз что там то китайцы будут садиться и будут под настоящему местная власть его просто и я не знаю если такой они занимались подготовкой охраны решение по решение по аэродрому вроде бы сейчас земли вокруг аэродрома присоединили к громаде вот вроде бы и то знаете это где-то не освещалось это так разговоры новый опять же руководитель молодой мужчины достаточно много но пытается что-то звенусь в этой точке пытаясь по аэродрому и так загали что туда инвестиции какие-то пошли в узи для китайцев надо вам сюда мы обещали нам восточный мост должны были стройки все расскажут что вот-вот уже будут тут строить самолеты будут садиться работа будет море самая главная тема тут работа для молодежи была бы работа садить и есть школы каждые две минуты в узине могли бы садиться и взлетать большегрузные самолеты здесь в самом деле мог бы появиться второй после франкфурта грузовой аэропорт в европе сегодня город узин это небольшой тихий городок на территории которого несколько прудов много деревьев и красивый парк долина древней реки узинки была заселена еще в античную эпоху когда здесь господствовали скифы согласно историческим записям название местности или топоним получил название от одного из тюркских племен гузов которые кочевали в причерноморских степях в десятом веке в двадцатом веке в степную зону евразии где обитали эти племена с неба пришла беда эти земли постигла вековая засуха большая часть земель превратилась в пустыню часть племен приняла ислам а часть племен переселилась в причерноморье и долгое время удерживала самостоятельность неверные гузы назывались в русских летописях как торки они были союзниками князя святослава и владимира очевидно в качестве вспомогательной конницы засуха прокатившаяся по степи сделала с этим древним этносом то что не могли сделать их враги она расколола гузов на два взаимно враждебных этносов тюрков и туркменов в княжескую эпоху гузы обитали в этой части лесостепи в летописных свидетельствах сегодняшний населенный пункт узин упоминается в 1590 году в конце 18 столетия поселение называлось темберщина тогда им владел пан темберский в 1956 году узину предоставили статус поселка городского типа а в 1971 году поселок дорос до города в 18 Jun раз в sci-ли궁 уходили в 30-летний мысль в 19-махе в 19-махе в 18-махе обсуждали 9- nu 9- в Также в городе есть спиртзавод и сахарный завод, который обеспечивает население рабочими местами после закрытия аэродрома. В дореволюционную эпоху УЗИН прославился своим сахарным заводом, который работает до сих пор. Одной из основных стадий производства сахара является дефекация сахарного сока, очистка сырого свекловичного или тростникового сока от различных примесей. Это необходимо для получения белого сахара. Дефекация осуществляется посредством смешивания сахарного сока с негошеной известью. Иногда мощные волны удушающего запаха накрывают весь город. Люди закрывают двери и окна и прячутся в домах. На улицах дышать невозможно, а одежда и белье пропитывается едким запахом. Эпицентр зловонной вони занимает 44 гектара. Здесь находятся отстойники сахарного завода. По трубам, из отстойников, на поле сливают отходы из спиртового цеха, так называемую борду. Борда – это отходы производства этилового спирта. Жидкость, суспензия, светло-коричневого цвета с неприятным кисловатым запахом. С одной стороны, борда – это отходы, вызывающие загрязнение окружающей среды и зловонный запах. Поэтому запрещается сбрасывать борду в водоемы или в канализацию, без предварительной переработки. С другой стороны, борда, благодаря содержанию клетчатки, углеводов, белка и микроэлементов, может служить сырьем для производства кормов для животных и других полезных продуктов. В настоящее время, на большинстве спиртовых заводов мира, борду, всем или иным образом, перерабатывают. Путешествие в город Узин – это погружение в его историю, в ритм жизни города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но что ожидает Узин завтра? В очередной раз мы убеждаемся в том, что иногда мы не властны над судьбой и над тем, что с нами происходит. Но мы властны над своим отношением к происходящему. И именно это отношение жителей Узина к происходящему в городе сможет точно определить, что будет с городом завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok